Куклы говорят, а еще поют и даже танцуют. В Курске прошел второй областной фестиваль детских кукольных театров. Гуси-лебеди, репка-три-поросенка, сказки, знакомые с ранних лет, оживали на сцене, чтобы вызвать ностальгию у членов жюри и нашей съемочной группы. Мама, мамочка, сюда! Мы заблудимся, завернем и околады попрем, потому что в темноте зернышко мы не найдем! Солнечный спектакль от ребят из поселка Солнцево. Не просто выступать, когда оценивают профессиональные актеры. Так что Полина на всякий случай решила из роли не выходить. Я чудесное солнышко. Потом я замечталась и заснула. Но потом меня разбудили лесные жители. Веселые, озорные, дружные. Именно эти качества, считают ребята, помогли им попасть в финал. Где ты ходишь, думай, вот она, стали страшны, но... Театр из Советского района – это пример преемственности поколений. Каждой куклой управляет по два актера – родители и дети. А злой и страшный волк – плод усилий старшего и младшего брата. Такая вот необычная форма привычной сказки на ночь. Мне он так очень понравился, я сразу его выбрала. А чем тебе понравился? Ну, во-первых, внешне. Он такой миленький. Если долго играешь с одной игрушкой, ты уже ее просто не бросишь. Например, там репетиция закончилась, ты ее положил, смотришь, как-то небрежно лежит. Подойдешь, поправишь, думаешь, непорядок так, а то неудобно ему будет. Фестиваль «Куклы говорят» в нашей области проводится во второй раз. Организаторы отметили, что в этом году участников стало больше. Количество театров перешагнуло за два десятка. А значит, растет популярность кукольных представлений. Они чаще общаются со своим зрителем, непосредственно с детьми, непосредственно в районах они выступают часто перед кинотеатром, в кинотеатрах, в центрах досуга. Или выезжают в сельские какие-то учреждения культуры из районов, встречаются с другими ребятами сельскими. Пока еще робкие шаги, смущения и куклы, шитые своими руками. Но пройдет время, и кто-то из этих ребят снова выйдет на эту сцену уже профессионалом. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, Телеканал 7. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, Телеканал 7.